Учителям сегодня представили нового министра образования и науки Ольгу Васильеву. Накануне ее назначил на этот пост Владимир Путин. Церемония состоялась во время Всероссийского августовского совещания педагогов, которое в эти дни проходит в Москве. На него съехались представители всех регионов. Сегодня форум посетил Дмитрий Медведев. Я буквально два слова скажу, просто для того, чтобы передать бразды правления, ну а заодно и представить нового министра науки и образования Ольгу Васильеву. Прошу любить и жаловать. Я хочу сказать, что вообще педагогические собрания в августе – это очень хорошая российская традиция, потому что работники образования собираются вместе, обсуждают задачи, которые предстоит решить в новом учебном году. Но чем отличается это собрание, чем отличается этот педагогический совет? Потому что впервые такое совещание имеет всероссийское значение. 83 региона, 680 участников представлена возможность обсуждить вопросы, волнующие нас, волнующие детей, волнующие родители и вообще все общество в целом. Сейчас заседание в самом разгаре, обсуждают самые разные темы. Одна из главных – зарплаты педагогов. Премьер заявил, что правительство готово скорректировать систему оплаты труда школьных учителей с учетом их пожеланий. По словам премьера, возвращаться к фиксированной ставке нельзя, но вопрос повышения доли оклада в заработке стоит проанализировать. Также зашла речь о программе строительства и ремонта школы. Дмитрий Медведев заявил, что она будет реализована во что бы то ни стало. Была выдвинута и реализована большая программа по созданию детских садов в масштабах страны. Ну и сейчас мы перешли к программе строительства школ. Вот хочу вас прямо здесь на нашем совещании заверить, что мы эту программу реализуем до конца, чего бы это ни стоило. Потому что мы прекрасно понимаем, мы можем принимать хорошие законы, писать отличные учебники, готовить блестящих педагогов, повышать зарплату. Но если негде будет заниматься, то наше образование будет деградировать. Кроме того, премьер сообщил, что в этом году будет закуплено 1800 новых школьных автобусов для регионов. На это выделят 3 миллиарда рублей.